МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Беларусь Трикалей доскоп культурных мероприемств и исторических фактов. Витаю вас сегодня, 5-го снежня, и мы спынемся на самых интересных событиях этой даты. В Республиканской мастерской галереи Беларусского союза Мостокова отбылось открытие 5-й беларусской биеннале живопису графики и скульптуры Би-5. На форуме представлены лепшие работы, створенные за последние 2 годы, удельниками и собрами Беларусского союза Мостоков. Усяго каля 400 работ больше за 250 мастоков. Поглядеть, есть на что. Уладальник множества профессийных узнагарод и стыпендий, Войца Хвалечек, займается концертной идейностью уже больше за 10 годов. За гэты час с сольными и камерными концертами объездил весь свет. Европейский союз, Россию, Ярданию, Палестину, Аргентину, Канаду, Японию, США. А вось у Беларуси музыканту першыню. Дарэчы концерт польского виртуоза у Брэсті промеркованы до старшынства Польшы у Вышаградской группе, створенной в 91-м годе. Я специализуюся на выкананне музыки романтычной, и большасть гэтых композиторов паходзець з эпохи романтызму. Лист и Шапен были сябрами. Лист первым написал биографию Фредерика Шапена, написал шесть польских песен, яке пасля выконвал. Маем дворжака, який был таксама вядомым чешским романтыком. Так что все гэтые творы романтычные або постромантычные. Недавно стало вядома, что 27-го Снежня у Академичным театры драмы отбудется яше один грандиозный концерт симфоничного оркестра. У им примутюздел солисты Великого театра со столицы. Прагучыць вечная музыка Штрауса, вальсы, польки и ары у сежамчужины венской классики. Пасля двухгадовага перапынку в музычное життя Минска вертается самый важный конкурс барабанщиков в Беларуси. Аматоры ударной установки сострелился на гала-концерте с переможцами конкурсов барабаны БИТ-2016 и барабанщиками вядомых групп. Свою гисторию барабаны БИТ в Одессе 2005 года, когда отбылся первый конкурс беларуских барабанщиков. Под обязанностей в нашем сюжете. Кожный год лепшие музыканты краины и наставник Александр Сапега. Наш конкурс отличается тем, что у нас очень высокий уровень. То есть есть конкурсы просто популярные. Как бы конкурсы, которые продвигают ударные инструменты, ударные установки, у нас уже не продвигают. У нас показывают мастерство. Никогда не думаешь, что ты сам сможешь научиться играть на барабанах. Это на биле. Нужно искать хорошего преподавателя. В барабанном БИТе может принять удел любые выканавцы в возрасте до 30-ти годов. И нехайная явность музычной эдукации вас не хвалюет. На первом месте оценивается талент и запал. Фестиваль начался в 2005 году. Его метой была поддержка молодых музыкантов и популяризация ударной установки. Для барабанщиков эта махчимость звернуть на себе увагу в опытных коллег и продемонстрировать в собственное мастерство. Сегодня 30-ти годов с дня заснования святку один из самых спрычных гуртов былого Советского Союза – «Сектор Газа». Советский панк-рок-гурт заявился в конце 1987 года в Воронеже. Относиться до творчества музыкантов можно по-розному, но многие песни «Сектора Газа» набыли народную любовь и до этого застаются популярными. Марили познайомиться с творами Франциска Скарыны, але сгубили билет читача. Технологии даруют вам другие шанец. Новый онлайн-проект стартовал у Национальной библиотецы. Теперь на обшарах интернету можно найти полные тексты стародрукованных выданий у 14-го и 18-го стагодзев, царод яких книги Франциска Скарыны. Проект стартовал на передо дни святкования 500 годов белорусского друкарства. Больш степлый юбилей святковала группа мостаков Юрмалы у Витебску. В городе зараз проходят Дни культуры Латвии. В Дни культуры – культурная программа. Витебский мостатский музей представил работы творческих объединений мостаков. На экспозиции размещено 77 творов. Это живопись, графика, фотомостатство, керамика. Группа мостаков Юрмалы складается за авторов разных жанров и поколений. Все лета объединению исполнилось 40 годов. Я ее первым керавником был введомый латышский мостак Валдис Буш. Выставы его творов в эти дни так само экспонуются у Витебску. А у Минских кинотеатрах стужка с программы кинофестивалю «Листопад». У прокат выходит картина «Танцовщица», дебютная праца Стефани Деджуста. Сосветная премьера фильма отбылась у Каннах. А головную роль выконала французская спевачка и актриса Сока. Она увособила на экране роль выноходницы танца «Модерн» Луи Фолерн. Ей партнеркой по Пляцовце стала дочка Джонни Деппа Лили Роуз Депп. Не глядячи на невысокий рейтинг от кинокритиков и глядачов, кино может затекавить аматоров хореографии. В Гомеле Центральная городская библиотека имя Герцена презентовала черговую выставу в рамках проекта «Живый автограф». Открылась экспозиция династа и мастаков Виктора и Дениса Петруленковых «Арт Городы». Одна экспозиция – три поколения мастаков. Презентация выставочного проекта «Арт Городы» отбылась в Гомеле. Династа и мастаков Петруленковых представила каля паусотня картин у Центральной городской библиотецы имя Герцена. Свои творчие работы презентовали Виктор Петруленков, его сын Денис и семигодовый унук Герасим. Чувство самое прекрасное. Если я сыну сделал в первом классе персональную выставку в школе, то тут мы сейчас делаем персональную выставку и внуку уже. Это такой толчок дает для маленьких детей. Это все равно, что тысячи занятий по рисованию будет. Это одно, а одна выставка персональная дает такой творческий толчок, который не можно дать просто на уроках рисования. Виктор Петруленков усюжитет просвятил выкладанию живопису и подрихтовал не одно поколение мастаков. На выставе представил виды природы, написанные аллеям. В работах его сына Дениса перевожает городский пейзаж, увособлены у акварельной технице. Або два мастаки сегодня у дельники областных и международных выстав. Сучасные технологии допомагают у школы. Американские специалисты распрацовали платформу, которая позволяет учиться с допомогой и взаимодействия с гульной Майнкрафт. В актуле доступен только курс программования. В рамках навучения корыстальнику пропонуется выбрать персонажа и керовать им. Но работать это нужно не с допомогой обычных простасований, а выключено командами на мое прохромование. Распрацовщики марат простасовать гульной для инших научальных дисциплин. Зарабить свет трошки левшим можно и на акции «Подары житё дитяти», якая проходит у Могилёве. Я им это собрать сродки для адресной допомоги детям с тяжкими захворываниями и дать им шанец на нормальное житё. Подрабязности про падею у сюжете. Главной подеей акции стал доброчинный концерт, який пройшёл у палацы в области. Провести подобную акцию вырешили громадские организации Могилёва. Идею подтримали коллективы разных предприемств в области представники влады. Мы поможем некоторым детям, пусть не всем, но некоторым мы поможем, тем более есть много обращений. Но то, что люди откликнулись на беду чужого ребёнка, это здорово, это хорошо, это так должно быть в нормальном обществе. Помощь нужна постоянно, ежедневно, ежеминутно, потому что очень тяжёлые заболевания. И вот та помощь материальная, конечно, это возможно кому-то сохранить здоровье, кому-то жизнь. Это очень нужно. Усягона акции собрали больше за 7,5 тысяч рублей. Гроши будут накерованы адресно. Сабранные сродки да помогут детям справляться со складанными ситуациями и дадуть им махчимость поверить у добро. ДАКЛЯДУ ДАКЛЯДУ А вось на пунцовые штаны у большинства удельников духу не хапила. На вокал соправдная каска, а леснях штучный. На самой справе температура поветра плюс 30. Под солнцем многие обмежовывались шортами. Бегче было зусим не обовязково. Можно просто исти. Головное добрый настрой. Дарычи забег доброчинным. Гроши, аду делу пойдусь на допомогу детям-инвалидам. ДАКЛЯДУ Часу згадать славутых особ, які народилися 5-го Снежня у розные годы. 80-й день народжения святкой заслуженный архитектор Беларуси Леонард Москалевич, сирот работ якого будинок Академии керувания Препрезиденции Республики Беларусь, комплекс Беларусского державного Университета культуры и Мастатства, будинок Минского державного Мастатского колледжа и Мяглинки, Палац Республики. 5-го Снежня З'явился на свет Олесь Розанов, поэт, перокладчик, эсэист и лауреат Державной премии Беларуси Мяянки Купалы за книгу поэзии «Вострое стралы». Розанов вядомый як поэт-наватор, автор новых поэтичных форм. На уратце можно найти особу больше вядомую, чем Уолт Дисней. Его имя вядомо бадай кожному. Дисней – створальник перших в истории кинематографа гукового и музычного мультфильмов. За свое напруженное житие Уолт Дисней, як режиссер, снял 111 фильмов и был продюсером еще 576 кинослужек. Заслуги Диснея в области киномостатства означены 26 статуэтками «Оскара», а так само многими иншими ознагородами и премиями. Мы уже говорили сегодня про Беларусское биеннале живописи в графике и структуры «Би-5». Больше подробно про это мероприемство нам расскажет наместник старшини Беларусского союза мостаков по организации и творческих питаниях куратор биеннале Леонид Хоботов. Здравствуйте, Леонид. Пятое Беларусское биеннале проходит сейчас в Минске. Надо отметить, что в последние годы жизнь отечественного арт-пространства бурлит, проходит много каких-то совместных экспозиций, выставок. А в чем необходимость вот такого формата, как биеннале? Это духовная часть жизни и имеет свою традицию. Существует история вхождения в международное пространство культурное, и поэтому выйти из него, во-первых, нет смысла, и для продолжения есть и основания, и амбиции, потому что все, что происходит сейчас в художественном мире Беларуси, имеет отношение уже к достижениям, достижениям европейского понимания, в смысле формы, в смысле живописи как таковой, как колористической системы, как языковой, и в смысле пластики, и в смысле поиска новых точек отсчета. Скажите, вот что общее, может, какие-то отличия белорусского биеннале с подобными форматами в мире? Формат биеннале, он везде предусматривает участие достаточно свободное, но степень ответственности всегда существует. Это значит, что тенденции, которые существуют, их нужно фиксировать за дилерами, за теми, кто определяет сегодня духовные ценности. Есть ответственность в определении, где наши достижения, где высота, где ориентиры. Как процесс, он же неотъемлемая часть всего движения художественного мира, поэтому наша биеннале это продолжение вот этого движения. Оставили ли вы себе задачу продемонстрировать такой полный срез белорусского изобразительного искусства за последние два года? Хороший вопрос, и однозначно ответить на него, наверное, невозможно. Почему? Потому что этот срез образуется на протяжении всего года. Мы на протяжении года организовали немалое количество серьезнейших республиканских выставок. Область за областью рассказали о уровнях, которыми считаемся сегодня мы, считается сегодня зритель. Интерес к этому зашкаливает, я бы даже сказал. То есть народ что, на искусство начинает ориентироваться, что ли? То есть меняются какие-то позиции в определении самых жизненных позиций. Какие новые имена вы открыли для себя или кто удивил? Вот на это я не имею права ответить. Будет комиссия создана, будут первые, вторые, третьи места. У нас все очень по-серьезному. Это престижная выставка, самая престижная выставка в республике, и поэтому просто получить первое, второе, третье места, это значит, рейтинг художника, безусловно, поднимается достаточно для того, чтобы в его биографии зазвучало. Пятое биеннале, первое место, этого достаточно для того, чтобы о нем заговорили не только здесь, а и за рубежом. Спасибо, Леонид, за эту встречу и беседу, и побольше интереса зрительского к белорусскому искусству. На сегодня это все. Глядите калейдоскоп новин культуры не только на телеканале «Беларусь-3», но и на нашем YouTube-канале. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»